здравствуйте меня зовут федор васильев я решил параллельно вести новую школу по заработку в интернете я хочу рассказать об инфобизнесе как я зарабатываю в интернете и я хочу научить этому вас это многоступенчатая будет школа она будет разбита на несколько курсов и первый базовый курс об инфобизнесе все нюансы и тонкости я буду рассказывать это видео будет достаточно наверное длинным поэтому налейте себе чашечку чая возьмите печенюшечку и будем разговаривать итак что такое инфобизнес инфобизнес это продажа инфопродуктов в интернете то есть например я занимаюсь созданием сайтов и обучаю этому других людей то есть я записываю видео уроки как бесплатный так и платные и соответственно платные уроки это платные курсы да я их продаю через интернет инфобизнес может быть разные то есть вы можете обладать разными знаниями разными навыками от выращивания помидора огурцов на даче то есть рассказать об этом и научить этому других людей и до например вы работаете на заводе у вас есть какой там 6 разряд и вы можете помимо зарплаты на заводе обучить этому ремеслу еще и в интернете людей до чтобы получать возможно гораздо гораздо больше денег нежели вам платят сам завод это просто я взял грубые примеры следующий пункт я бы хотел рассказать о себе ну многие наверное меня уже знают кто следит за моими уроками и я хочу сказать как я пришел к инфобизнесу я работал на заводе как многие люди и в 2014 году у меня открылась астма мне было очень плохо я не мог дышать полгода полгода пока бегал по больницам решая вопрос задавая куча анализов узнавая что со мной я просто не мог работать вообще ничего не мог делать и спустя полгода даже больше я поправил свое здоровье немного мне стало лучше иначе без вами сейчас даже бы не смог разговаривать я поправил свое здоровье и долго думал в это время чем не заняться до пища в интернете разную информацию я уверен что у многих людей разные бывают жизни ситуации да там я не знаю вы на пенсии вас там плохая пенсия мало денег пласть в безысходном состоянии но я вам хочу сказать что выход есть можно продавать свои знания в интернете да нужно просто знать как структурировать все свои знания и как действовать я постараюсь об этом рассказать то есть это инфобизнес по моей модели я расскажу сколько можно заработать дальнейшем сколько я зарабатываю и что нужно сделать до чтобы прийти к этому вообще по шагам бы я буду все рассказывать я занимаюсь инфобизнесом три года и за это время да я уже принципе это мой основной заработок но помимо инфо продуктов инфо курсов я смог приобрести клиентов которым нужно создать сайт на заказ то есть я еще беру такую работу да я год вы нашего в голове идею желание то есть когда я все узнал в интернете много читал всяких статей узнал как это можно реализовать что можно сделать потому что заработков в интернете очень много разных и я разбираюсь именно вот и в инфобизнесе то есть я целый год потратил просто думая об этом как я это буду делать что я буду делать да чему я буду учить людей то есть вот эта ситуация со здоровьем она меня привела к такой идее да именно что мы можем сделать я пришел в интернет тоже не знаю вообще можно зарабатывать нельзя и оказалось можно да и ситуация конечно улучшилась намного нежели на заводе да мне не приходится вставать там каждый день 6 утра я могу выбрать время в котором мне хочется работать да и я занимаюсь любимым делом и так следующий пункт кому подойдет данный вид заработка этот инфобизнес тем людям в первую очередь да кто нуждается например пенсионеры да то есть пенсионеры люди прожившие большой жизнь в любом случае есть какие-то навыки которые вы приобрели за свою долгую жизнь вы скорее всего эксперт во многих областях и можно принципе определиться да в какой бы из областей вы бы могли и хотели бы например обучать других людей также это могут быть и студенты и в принципе любой человек который например в чем-то хорошо разбирается да то есть какой-то своей нише в которой хорошо разбирайтесь этому можно обучать в интернете людей следующий пункт какие знания вы можете продавать через интернет вы удивитесь но абсолютно разные знания можно продавать через интернет от того как сажать огурцы помидоры как строить парники на даче например вы эксперт в этой области вы можете рассказать свой метод о том как это все делается и видео формате обучает людей например вы занимаетесь пчеловодством то есть у вас есть пасеки это и так в принципе прибыльный бизнес хоть и сезонный до продаете мед почему бы этому не научить людей то есть от того как например из какого дерева собрать эти ящики да где сохраняться соты где пчелки живут да и собирают мёд того как собрать эти ящики например и вообще там много нюансов как то есть от и до например записать курс как это все дело я думаю многим это будет интересно например вы хорошо шьете да можно тоже построить целую серию уроков о том как правильно шить там и так далее например вы может быть там сантехник да хорошо разбираетесь там и не знаю умеете по дому все делать там как правильно там чини там не знаю сантехнику и так далее да вот об этом обо всем вы удивитесь но даже это людям интересно люди смотрят в интернете как это все делается вы можете работать на заводе иметь шестой разряд до получать зарплату и даже не догадываться о том что эти знания вы можете продавать через интернет также делать платные уроки и возможно получать гораздо больше денег чем вам платят на заводе за вашу специально за вашу работу я привел лишь несколько примеров в дальнейшем следующих уроков мы будем разбираться как подобрать нишу как понять будет ли она востребована аудитории в интернете то есть будем смотреть анализировать и думать то есть может быть такое что аудитория будет узконаправленно и не будет смысла в ней развиваться например очень узкой направленной аудитории да то есть мало людей заинтересованных вашей теме это тоже нужно учитывать это мы будем с вами разбирать следующий пункт сколько можно заработать я живу в городе ульяновский до средней зарплаты здесь от 12 тысяч рублей я на инфобизнесе стал зарабатывать ну не сразу 50 тысяч рублей в месяц сначала было меньше но я зарабатываю на порядок выше чем средняя зарплата по моему городу например если вы пенсионер у вас зарплата там 8-10 тысяч вы эту сумму еще можете забывать в интернете поначалу потом гораздо больше я не могу обещать золотых гор но все зависит от вашей темы да то есть от об охвата аудитории в интернете заинтересованных вашей темы то есть как по какой теме вы будете обучать да вот ваши харизмы о том как вы это все делаете да о конкуренции вашей теме в интернете это все зависит и если тема ваша выстрелит конечно не сразу доход может превышать несколько миллионов рублей в месяц это реальные цифры есть такие инфобизнесмены в россии которые давно уже на рынке они действительно зарабатывать большие деньги к этому можно прийти следующий пункт я бы хотел придать вам мотивации в начале всегда страшно что-то начинать всякие сомнения нас терзают может у нас там не получится вдруг у нас не получится самое главное нужно здесь поверить в себя да конечно нужно будет определиться в какой нише вы действительно эксперт в которой хорошо разбираетесь которые вы хотите обучать людей да но самое главное нужно поверить себя не бояться критики до в любом случае видеоблог в интернете например видеоканал в ютюбе да где мы будем показывать свои видео уроки мы можем бояться того что нам могут сказать что мы плохо разбираемся в нашей теме что мы там что-то не знаю могут нас там ругать мы должны быть к этому готовы и не бояться этого потому что я я вам так скажу что в наше время так все быстро меняется 100 что настоящих экспертов в какой-то области днем с огнем не найдешь я вам так скажу вы можете быть его на один шаг впереди того человека который при не знает этих знаний и вы уже можете этому учить человека но не нужно забывать да в нашей теме в которой мы учим конечно нужно разбираться самому так называемый эксперт да то есть мы должны быть экспертом в своей области мы должны любить эту тему если в эту тему не будете любить вы не будете этим заниматься в это бросить я точно говорю ну или вы можете стать экспертом например вы в какой-то области сами хотите научиться вы обучаетесь этой теме а потом этой эту тему преподаете обучаете других людей это тоже вариант и последний пункт недостатки этого заработка в интернете инфобизнес конечно есть недостатки первое самое важное ресурс который придется затрагивать затрачивать это время здесь действительно нужно уделять время как любому бизнесу нужно уделять время на подготовку да на запись уроков на то чтобы развиваться самому в той или иной теме чтобы дальше двигаться потом дальше обучать других людей то есть это первый момент до что у нас будет уходить время если у нас мало времени нас куча забот и хлопот возможно вы не будете успевать что-то делать но если сильно захотеть я думаю можно постараться до выделять время хотя бы немного потихоньку потихоньку двигаться в этом направлении дальше следующий недостаток что это деньги в любом случае нам придется вкладываться например первое что нам необходимо это обычный компьютер чтобы был дома до компьютер и подключены к нему интернет я думаю что не у всех людей есть компьютер даже в наше время если вы серьезно хотите заняться этим без этого никак не обойтись вам придется покупать компьютер не знаю там может быть кредит взять или еще как-то по поводу какой компьютер взять у меня будет тоже об этом уроке по подбору железо так как компьютер конечно желательно чтобы чем мощнее тем лучше но все мы понимаем что это очень дорого и я постараюсь оптимально подобрать железо следующих уроках следующих курсах даже то есть отталкиваясь от программ которые нам будут необходимы для работы потому что программы тоже требуют ресурсы компьютерные я минимально попробую подобрать железо под наши программы которые мы будем использовать редактирование видеороликов например или редактирование фотографий это все я буду тоже рассказывать значит первый момент это компьютер следующие траты могут быть например если вы снимаете живые видео до или снимаете видео где-то например на даче в огороде как правильно сажать помидоры огурцы там как врачу деревья здесь естественно потребуется видеокамера ну или телефон с камерой потому что сейчас у нас такие телефоны пошли что можно уже и на телефон это все снимать но нужно понимать что хаммере еще нужен будет и микрофон а если вы снимаете в условиях в погодных условиях где есть там ветер то эти все помехи они будут записываться на микрофон соответственно нужно будет специальный микрофон с ветрозащитой но обычно ветрозащита идет в комплекте с микрофоном смотря какой микрофон приобретать о технике видео и аудио то есть микрофонах у меня тоже будет отдельный мини курс по подбору техники это тоже вложение не обязательно покупать все сразу да можно начать хотя бы с компьютера например как я начал мне не нужно было записывать живые видео изначально у меня я записывал видео с экрана компьютера да то есть мне потребовал столько компьютер и программы которая умеет делать то есть я учу как создавать сайт и мне нужно было показать на экране монитора куда нужно нажать до чтобы сделать то или иное действие да ну как создать сайт мне тут конечно же камера изначально была не нужна и я избежал каких-то дополнительных трат в самом начале потом я тоже снимал на телефон потом камера в общем об этом обо всем тоже я буду говорить более подробно это же технические моменты да по железу какое железо нам нужно это все будет разобрана я буду рассказывать там где купить где со скидкой купить где лучше покупать то есть где действительно магазины нормальный где не обманывают это если у вас в этом нет опыта покупки каких-то покупок в интернете в плане техники я обязательно буду это рассказывать в других курсах на этом базовый первый урок подавок подходит концу я рассказал вам самые азы самое начало то есть как я зарабатываю как можно заработать что можно много заработать что вы можете заработать сидя дома на своих знаниях следующие уроки по подбору ниши как определиться в своей нише и много полезных бесплатных уроков в рамках этого курса инфобизнеса вы абсолютно бесплатно сможете их посмотреть скачав на свой компьютер ссылка в описании будет будет под этим видео на дальнейшие уроки на этом я с вами прощаюсь и до новых видео друзья а